Всем большой привет! Вы на канале Ольга Новороско. Помаленьку начинаю снимать видео. Сейчас такие зимние дни, когда именно показывать сильно, ну абсолютно нечего, то есть будни идут одинаковые, поэтому, так как мало куда выезжаю, я видео сейчас не снимаю, но по аналитике смотрю, что активно смотрят старые видео, связанные с переездом. Люди всё равно думают о том, чтобы переезжать в Россию, переезжать в Россию из Казахстана. Меня зовут Ольга, мы переехали из Казахстана, из города Алматы, это для новых подписчиков, в 2017 году. Цель нашего переезда была именно Краснодарский край и побережье Черного моря, либо Анапа, либо Новороссийск, либо Келенджик. Пожили немножко в Анапе и выбрали в итоге Новороссийск. Правильно сделали или нет, я не знаю, потому что с каждым годом всё меняется. Если я была уверена там в 2017-2018 году, что мы правильно сделали, что выбрали именно Новороссийск, сейчас уже прошли большие изменения. Жизнь в Новороссийске затрудняется в связи с тем, что это стал единственный порт России и что творится сейчас на дорогах. То есть это, конечно, я уже думаю, может, лучше бы мы жили бы в Анапе. Ну, в общем, видео я хочу именно поговорить с вами по душам, всё, что связано с переездом, жалеем, не жалеем и стоит, не стоит переезжать. Ну, вот смотрите, вот мне очень много пишут комментариев, личную почту о том, что всё-таки, вот честно признаете, жалеете вы или не жалеете. Ну, слушайте, ну мы переехали в 2017 году. В 2017 году всё было вообще идеально, замечательно всё. То есть проблем не было ни с работой, ни с жизнью, ни с политикой, ни с чем. То есть сейчас, сами знаете, как всё изменилось, как всё это. Допустим, Краснодарский край, он сейчас, ну, действительно испытывает затруднения в том, что проблемы идут, вот, связанные с дорогами, проблемы, проблемы, связанные с водоснабжением, также, ну, самолёты не летают. То есть если куда-то что-то надо поехать, это в основном на поезде, вот мы недавно на поезде с сыном в Москву ездили. То есть в то время, вот, когда мы переехали, там, в 2018 году, мы два раза в год летали в Москву-Питер, билет туда-обратно стоил 5000 рублей на самолёте. И очень часто там некоторые авиакомпании, Севен, давали какие-то скидки, вот, и мы всегда пользовались этими скидками. Даже в Турцию взяли мы, по-моему, в 19-м или в 20-м году. В общем, перед коронавирусом брали путёвки, стоили они 17 тысяч рублей с человека на 8 дней. То есть были цены вообще шикарные, всё казалось рядом, всё было очень удобно, просто. Цены на продукты, естественно, были в два раза дешевле. Что сейчас изменилось? Сейчас изменилось, я думаю, везде. То есть идёт резкое подорожание цен. Зарплаты, они практически не растут хорошо тем, кто имеет свой бизнес, так как услуги растут, соответственно, и фирмы, которые не однодневки, они хорошо процветают. Если вы работаете где-то в организации, то зарплаты очень незначительно повышаются по сравнению с ценами на продукты там и так далее. Вот, поэтому направление, вот сейчас выбрала ли я Краснодарский край, я не знаю. То есть вот то, что переехать в Россию, да, я собиралась, то есть в планах было. Хотелось, чтобы сын именно учился в школе по российским книгам. Планировалось именно, чтобы он поступал там в колледж, в вуз в России. То есть заранее ещё ребёнок был в четвёртом классе, когда мы переехали. Сейчас он уже учится в колледже. То есть время очень много прошло, мы до такой степени здесь уже привыкли, освоились. И такое ощущение, что мы жили в Алмате очень давно, там, наверное, лет 20 назад. Как-то вот здесь быстро прижились. Вот, поэтому всё было бы хорошо, если бы не изменилась вот вся жизнь всей России. Поэтому многие, кто хочет переехать, ну, это смотря какие у вас предпосылки для переезда. Если у вас действительно нечего терять там в том Казахстане, если вы мечтаете переехать, если у вас там проблемы какие-то с жильём, с работой и так далее. Ну, то есть если вам нечего терять, то неважно, в какое время вы переезжаете. У нас друзья живут в Алмате, они вообще не собираются никуда переезжать. То есть у них хорошая работа. У кого-то своя компания, кто-то работает в хорошей компании. Когда работа хорошая, высокооплачиваемая, налажен быт, люди, естественно, 10 раз подумают, прежде чем переехать. Потому что никто никого не ждёт. И в таком возрасте начинать всё сначала, это очень трудно. Вот, если были какие-то проблемы там, и эти проблемы до бесконечности, и что хочется начать новую жизнь, то, конечно, нужно переезжать. Ну, пожив 6 лет в Краснодарском крае, вот, если бы я бы знала полностью, вот, какой здесь климат, как здесь вот проблематично вырастить в саду что-то, в огороде что-то. Климат очень жаркий летом, мало кто жару хорошо переносит там. Вот, и может быть, если бы я не считала 6 лет назад, что Краснодарский край – это рай, мы бы искали другие направления, но те другие направления мы даже не рассматривали. И я бы, может быть, сейчас посмотрела направления Воронежа, Ярославля, Новосибирска, Тюмени. То есть, вот эти все города, даже сибирские города, я смотрю, они шикарно развиваются. Где-то не сказать, что прям такой климат очень такой тяжелый. Сейчас, спустя уже там 6 лет, так как мы уже обжились, в общем-то, мы уже привыкли к этому климату и ко всему. И, опять же, переезжать пока не видим никакого смысла. То есть, работа есть, дом есть, все необходимое для жилья есть. Единственное, конечно, каждый человек в стране надеется, что вернутся прежние времена, когда закончится все и будет как раньше. Но, к сожалению, как раньше уже не будет. Я думаю, что вот это все растянется на многие годы, поэтому мы будем жить в очень тяжелое время. Поэтому я даже не знаю, насколько Краснодарский край хорошо подходит сейчас для переезда. Если вы оптимисты, уверены, что все будет хорошо и не грозит нам никаких страшных изменений, то тогда, конечно... Ну, я думаю, что неважно, что происходит в политике, я не хочу углубляться в этом. Мне кажется, что как к морю люди переезжали, так и будут переезжать. Особенно те, которые жили в суровых условиях, уже надоело им в этом холоде, постоянно пургами теле и так далее. Поэтому кто-то покупает небольшие квартирки и хочет попробовать пожить. Но есть люди, которые возвращаются назад. То есть, в общем-то, пожив какое-то время, считают, что не подходит этот город, не подходит этот климат. Поэтому, да, прежде чем переезжать, хотя бы несколько месяцев пожить. Пожить не в период лета, когда много отдыхающих, а в период межсезонья, даже на зиму хорошо бы там на 2-3 месяца. Поехать здесь, пожить, посмотреть, насколько вам подходит, не подходит этот город. Вот, поэтому переезжайте, и я думаю, что нигде лучше не будет. Это не значит, что там, если Россия сейчас, как говорится, затянула пояса, то в Казахстане будет намного лучше. То есть, все страны СНГ, они, конечно, взаимосвязаны друг с другом. Но куда переезжать, в какое направление, это вы уже должны подумать сами, где более безопаснее. Итак, подведем итоги. Стоит переезжать в Краснодарский край, в ближайшие города рядом с морем, если, первое, у вас есть финансовая возможность, так как цены здесь очень высокие. Второе, если вы мечтаете жить у моря и хотите поменять климат, чтобы была теплая зима и жаркое лето. Третье, если у вас вопрос решен с пенсией. То есть, либо вы в молодом возрасте переезжаете, и еще в России заработаете свою пенсию, либо уже пенсионеры, вы можете перевести пенсию. Если вы переезжаете в предпенсионном возрасте, то это практически 90% людей, которые остаются без пенсии из-за того, что им не хватит времени наработать стаж 15 лет и заработать ИПК минимум 30 единиц. Тема пенсии, это будут отдельные видео, но она тоже важная очень тема. Поэтому стоит, не стоит переезжать, вы уже решаете сами. Но и самое главное, все родители переезжают ради своих детей. То есть, каждый хочет, чтобы у него, у ребенка было совсем другое будущее, другое образование. Поэтому в связи с этим тоже большое количество людей переезжает. В описании этого видео я оставлю несколько видео, связанных с жизнью в России по виду на жительство, по поводу перевода пенсии из казахстанских в российские. Посмотрите старые видео, и если есть какие-то вопросы, спрашивайте, и сделаю более свежие видео. Подписывайтесь на канал, будьте в курсе всех новостей. Я всегда делюсь информацией, которую узнаю. Но, в общем-то, на сегодня все. Небольшой такой разговор. Не знаю, как ответила я на ваш вопрос, переезжать, не переезжать. В общем, смысл, что решаете вы все сами. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok